В Тобольске началось голосование по поправкам Конституции Российской Федерации. Избирательные участки открыты для табликов с 8 до 20 часов. Как прошел первый день голосования, расскажет Анастасия Терехова. К 11 часам на избирательном участке 18.35 свое мнение уже выразили 15 человек. Учитывая, что голосование по поправкам в Конституцию продлится неделю, это весьма неплохая активность. Как, наверное, любой гражданин Российской Федерации, который заинтересован в улучшениях и изменениях, которые происходят у нас в целом, сделать свой выбор в пользу того, как наше поколение в дальнейшем будет жить. Не стал долго ждать и глава города Максим Афанасьев. Я не люблю откладывать все на следующий период, когда можно сделать сегодня. Это в любом деле. Неделя у нас, по прогнозу погоды, ожидается с осадками. И выбрать хороший солнечный момент – это тоже удача для того, чтобы в перерыв своего рабочего графика найти время и проголосовать. Сразу на входе измеряют температуру, выдают маску и перчатки. Безопасность превыше всего. Необходимо одноразовой ручкой расписаться за полученный бюллетень и поставить в нем отметку. Урн для голосования на участках пока нет. Их заменяет переносной чемодан. Ведь пока идет предварительный этап плебисцита. Я уверен, что каждый из наших жителей, табаляков, осознает свою сопричастность к будущему нашей страны. Ведь для кого-то это единственный шанс в жизни вообще свой голос отдать за Конституцию в том виде волеизъявления, которое он посчитает. Вот для меня в мои 42 года впервые такая возможность удалась. В числе первых на участке в Защитино появился имам Ибрагим Сухов. Вносимые поправки он считает ключевыми, важными для формирования новых законов в стране. Это наше светлое будущее, за которое нужно отдать свои голоса, если тем, кому не безразлична жизнь наших стариков, детей и внуков. Поэтому я пришел и отдал свой голос за изменения, дополнения в Конституции Российской Федерации. Принять участие в этом историческом событии можно до конца месяца и, конечно, в Общероссийский день голосования – 1 июля. Анастасия Терехова, Михаил Куричко, Тобольское время. Тоболики отмечают важность поправок Конституции. Одну из них – о защите и сохранении русского языка – одобряет филолог с 20-летним стажем Елена Баландина. Русский язык – один из богатейших языков мира, который объединяет все народы нашей многонациональной страны. Для того, чтобы мы и дальше были единым целым и могли друг другу понимать, нужен один язык. Исторически так сложилось, что таким языком является русский. На этом языке мы говорим, чувствуем, объясняемся в любви. Очень важно сохранить его для детей, научить бережному отношению к своему языку, своей культуре, потому что я считаю, что поправка в Конституцию Российской Федерации о защите и сохранении русского языка очень важна, так как она закрепляет его статус как связующую нас сущность. Русский язык – один из богатейших языков мира, который объединяет все народы нашей многонациональной страны. Для того, чтобы мы и дальше были единым целым и могли друг друга понимать, нужен один язык. Исторически так сложилось, что таким языком является русский. На этом языке мы говорим, чувствуем, объясняемся в любви. Очень важно сохранить его для детей и научить бережному отношению к своему языку и к своей культуре. Готовность избирательных участков лично проверил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Самое пристальное внимание к мерам безопасности, особенно там, где будет проходить массовое голосование. Например, в поселке Приортышский. Побывала там и наша съемочная группа. Любовь Константинова возглавляет участковую избирательную комиссию больше десяти лет. И, кажется, знает каждого из полутора тысяч избирателей. Голосуют в Приортышском всегда активно. Люди идут. И всегда. Особенно и пожилое население, как говорится, кому-то за 60. И молодежь. Ночью у нас впервые голосующих будет 10 человек. Поэтому для них тоже будут особые небольшие сувенирчики и поздравления. Леониду Митрюшкину продемонстрировали принятые меры безопасности. Кабинки для голосования устроены так, чтобы избежать контактов между людьми. Для этого же и сквозной проход. Входим в одну дверь, выходим через другую. Есть и санитарная комната с медицинским работником. Смело можно идти и голосовать. Я считаю, что каждый гражданин должен обозначить свою гражданскую позицию, придя на избирательный участок. Лично я приду на избирательный участок голосовать за будущее своих детей, за сильную страну, за социальное государство. Здесь же глава выполнил приятную миссию. В рамках акции «Помоги учиться дома» вручил ноутбук многодетной семье Ивановых. Тут подрастают шестеро детей. Пять старших сыновей уже учатся в школе. И на дистанционном обучении семье пришлось нелегко. Мы ничего не пропускали, старались. Я даже правила все приучила. У нас планшетик, телефончик такой небольшой. Мы справлялись. На одном телефоне, может быть, сидели всей семьей. Жители района идут на избирательные участки выбирать будущее. Ради нашего, будущих детей, наших, чтобы жилось хорошо, чтобы не было войны, чтобы было все у нас прекрасно. Анастасия Терехова, Михаил Куричко, Тобольское время. За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусом. Из числа заболевших 8 детей, 35 человек выздоровели. 9 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты. Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через контакты близкие. Это, то есть, если человек чихает или кашляет рядом с вами. Вот почему так важно, чтобы мы все соблюдали режим масочный. Использовать можно как одноразовые, так и многоразовые маски. С 14 мая ношение масок введено в постановление правительства Тюменской области, как обязательная мера при посещении мест у общего пользования. Добавлю, что 141 человек в регионе находятся в обсерваторах. 1 166 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 757 на перевахтовке. В год Великой Победы инициативные табаляки создают у своих домов цветники и даже скверы. Такая активность – пример для подражания остальным. О тех, кто украшает мир, расскажет Елена Макова. Еще пять лет назад активные жители дома номер 7 в 7 микрорайоне решили разбить свой сквер Победы. При поддержке депутата округа и управляющей компании площадку за домом облагородили и высадили деревья. Дальше больше. Каждый год тут стали появляться новые кустарники и цветы. А в этом году сделали клумбу-звезду – живой символ Победы. Я знаю, что в каждом доме есть у кого отцы и деды и братья, как говорится, воевали. Ну и потом я езжу постоянно каждый год на север в Егуру. И там я увидела эту звезду. Там, где похоронен у меня отец, ветеран Великой Отечественной Ины. Сейчас сквер Победы радует глаз жителей всего микрорайона. Жильцы дома номер 7 не сидят сложа руки, наводят красоту и в своих палисадниках. Ухоженные участки пестрят разноцветия. И даже самые диковинные цветы и кустарники растут здесь. Инициатива активистов всегда находит отклик и поддержку. Мы начали с проектов различных, где у нас основная цель была привлечь жителей к оформлению всего, чтобы облагородить как-то свою придомовую территорию, сделать привлекательный образ этой территории. И поднять же активную жизненную позицию наших жителей. И мы нашли таких людей. У нас у каждого подъезда есть такие люди, которые откликнулись на это. Пример для подражания подают и ветераны. Так жительница блокадного Ленинграда Вера Иосифовна Сазонова уже 40 лет разводит палисадник у своего подъезда в 6 микрорайоне. За это время, благодаря ее заботливым рукам и старанию, выросло не одно дерево и кустарник. И несколько десятков видов цветов ежегодно благоухают под окнами. Все соседи всегда мне спасибо говорят, что вот это я сажу. Некоторые мне приносят цветочки. Вот я сажу. Сейчас вот тяжело. Но я все равно стараюсь как-то это. Не могу, не умею. Я чтобы примерно вот маленько поработала да и бросила. А я уж если добралась, так уж до потери пульса. Вот не могу оторваться, если уж что-то делаю. А если и остальные возьмутся и начнут наводить красоту на своей территории, их старания, конечно, будут оправданы. Вокруг станет намного краше. Елена Макова, Ярослав Прохоров, Рустам Рузеев. Тобольское время. Виндерфинг – один из самых необычных и сложных видов спорта. Но и на сибирских просторах он нашел своих поклонников. А в этом убедилась Анастасия Плюснина. Когда мы говорим о серфинге, сразу представляется яркое солнце, горячий песок и теплое море. Но и в суровых сибирских реках можно встретить покорителей волны. Серферы на морях скользят по волнам. Но сибирский порывистый ветер превращает это занятие в настоящую борьбу со стихией. На самом деле в виндсерфинге ветер – главное условие. От 5 до 8 метров в секунду идеально для новичков. Температура воздуха важна, но от холодов спасают гидрокостюмы. Константин Просвиркин зимой покоряет горные склоны на сноуборде. Летом, скучая по адреналину и спорту, перепробовал и лонгборд, и велосипед, но после нескольких травм решил перебраться на воду. В Тобольске этот вид, мягко говоря, не распространен. И найти единомышленников сложно. Так целый сезон он самостоятельно погружался в новый для него экстрим. Намного сложнее сноуборда. Вообще не зря виндсерфинг шахматами на воде называют. Надо как бы задавливать и доску, то есть это есть и в сноуборде. Но надо одновременно еще следить за ветром, положением паруса и так далее. В следующем сезоне Константину присоединился Андрей, тоже заскучавший по снежным склонам. Вот уже второе лето они приезжают на берег вместе, чтобы отправиться в прогулку по волнам. Как бы учились только по роликам в ютубе, а очень много нюансов, которых не проговаривают. То есть, как закрыть парус, как набрать скорость, это понятно все. Но между тем, как встать на доску и разогнаться, там очень много нюансов мелких, где это... Ну, никто об этом не говорит, как бы секреты, тонкости. Но оказалось, что два одиноких паруса на сибирских волнах не первые. Уже более 20 лет Александр Маковеев дружит с парусной доской. Он и подсказал молодым экстремалам некоторые тонкости водного спорта. Увидел на море, как в Геленджике отдыхал, как люди катаются, заинтересовался. Мне понравилось. Вот, ну, потихонечку там поучился, потом купил матчасть. Вот, 20 лет любитель, скажем так, самоучка. Знал одного человека, вот он сейчас в Тюмени уехал. Он вообще уже лет 40 назад начинал на самодельных досках кататься. Александр Кручинин сейчас в Тюмени живет. Необычный для Сибири спорт подойдет не каждому. Тут необходимо терпение, стойкость, внимание и инвентарь не из дешевых. Но тех, кому по-настоящему интересно, не останавливают никакие сложности. Тобольские серферы готовы поддержать смелых. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко. Тобольское время. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98. Или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Дальше. 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 Ветер северо-западный дует со скоростью 2 метра в секунду. Дальше. 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 Редактор субтитров А.Семкин